Сейчас перерыв в тренинге. Я дал задание ребятам подойти к кому-нибудь в этом здании и задать людям вопросы по теме фондового рынка и выяснить потребности в этой сфере. Это был некий шок, все были не готовы, так что когда они вернутся, мы с вами посмотрим на их реакцию и, я уверен, на их восторженные отзывы. Итак, было задание сходить, пройтись по этому зданию и поговорить с людьми на тему инвестирования на фонды в рынок, задавать им вопросы. Ну, расскажите тогда, каковы наши результаты. Давайте, прям заговорился даже. Человек зовут Тимур. Работал когда-то в системе безопасности одного из банков. В принципе, инвестировать пока не готов, но сумма от 5-10 миллионов у него, как я выяснил, имеется. Рекомендации по нам давать он не хочет, потому что у него у брата есть компания, занимающаяся исследованием из санкопродуктов. То есть он интересует куда? Ну, надо с ним дружить. На четвертом этаже, познакомились в курилке. Очень приятный дядечка. Отлично. Так, как наши успехи? У меня встретилась девушка Ольга, она работает в управляющей компании, поэтому человек подкованный. На все вопросы ответил. Выяснил я, сколько она может инвестировать. Ну, она скорее не готова инвестировать, она управляет чужими деньгами, а пока свободных средств у него нет. Ясно. Ну, отлично. Главное – общаться с людьми. Так. Ну, я познакомился с девушкой Натальей, работает в компании Санте. Опыта у нее не было, работает с инвестициями. Ну, живет по принципу, заработал, потратил, любит шофлинг, соответственно, говорит, этим никогда не буду заниматься. То есть я, говорит, довлетворяя свои жизненные потребности. Вот. Познакомлюсь внизу в кафе. Вот. В принципе, вот так. Ясно. То есть, да, вот мы имеем дело с людьми, которые живут пока что на уровне биологических потребностей. И они думают, что у них всегда все будет хорошо. На самом деле, это тоже наши клиенты, просто им нужно дать понять, что если хочешь все время отдыхать, ты должна сначала научиться инвестировать, потом будешь реально все время отдыхать. Ну, и на уровне безопасности. А? На уровне безопасности. Угу твой, да? Уже выше. Так. Дальше. Кого еще такие? Наши. Я познакомился с молодым человеком. Зовут его Мансур. Он иностранец. Парк-центр, я так понял. Город, в общем, область. В инвестициях вообще он ничего не слышал, кроме форекса. Ну, и, так скажем, из этого вытекло, что я ему не стал задавать уже последующие вопросы. Не стал задавать последующие вопросы? Ну, да. А зря. Потому что, на самом деле, когда человек говорит нам, мне это неинтересно, то он ничего не знает. Поэтому просто вопросы, ну, пусть у нас у вас не были готовые вопросы, которые могли бы раз возбудить его потребности. А на самом деле мы же говорим, что мы не только выясняем, мы их формируем. Поэтому надо добавить вопросы. Ваши финансовые цели. Что для вас означает достичь финансовой независимости? И тогда человек сразу задумывается. Кстати, запишите. Я пока вот собрал первые отзывы о вас, сформулировал еще несколько вопросов. Прямо, значит, это форму и мотивацию туда поместите. Какие ваши финансовые цели? И вариации, естественно, на этот счет. Не всем понятно, что финансовые цели. Но вот, что вы ожидаете от ваших доходов в ближайшее время? Какими свои доходы вы видите в ближайшее время? Или на что вам придется тратить деньги в ближайшее время? Вот эти вот вопросы относятся к финансовым целям. Что для вас означает финансовая независимость? Крутой вопрос на выяснение фоновой мотивации. Сам человек может рассказать, что это означает возможность делать то-то и то-то. Или чувствовать себя так-то и так-то. Или мы сужаем. Что бы вы делали, если бы имели пассивный доход? Ну, или уже имели финансовую независимость. Что бы вы делали? На чем бы вы сфокусировали свою жизнь? Этим вопросом куда мы переводим человека? Мы заставляем его задуматься уже на уровень самоактуализации или самореализации. Мы поднимаем его выше. Так, хорошо. Ну, давайте. Всех выслушивать не буду, это очень долго зависит время. Главное, чтобы подошли и смогли начать диалог. А сейчас мы поговорим о том, как правильно слушать людей. Проблема, как уже мы заявляем, иногда кажется, что мы клиента допрашиваем. И его это напрягает. Совершенно верно. Для того, чтобы такого не происходило, необходимо научиться такому навыку, как активное слушание. Активное слушание делится на два вида. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Если мы владеем этим навыком, то, в принципе, проблем с коммуникацией у нас не будет. Никогда не в каких-то обстоятельствах. Вы всегда будете в нормальных отношениях с людьми. И всегда будете знать то, что вам нужно о человеке. И знать, что говорить. Значит, оно здесь у вас в раздатке есть. Я уже сгруппировал. Мы редко, высшая математика.